1 октября, Международный день пожилых людей. Впервые этот день стали отмечать в середине прошлого века. В этот день взгляд общества особенно прикован к проблемам пенсионеров. Главное внимание ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим и долгожителям. Героиня нашего следующего репортажа все это в одном лице. И вы уже с ней знакомы. Месяц назад мы рассказывали вам историю ветерана войны Марии Ивановны Пирожковой из поселка Белярск Алексеевского района. Тогда мы побывали в гостях у нее дома, или то, что можно назвать домом. 97-летняя Мария Ивановна проживала в полуразрушенном доме без газа, воды и минимальных удобств. Напомним эти летние кадры. Просевшая хижина, оцеревшая стены, горелая печка и заброшенный огород. Тогда мы обратились в администрацию поселка Белярск, а затем и в муниципалитет самого Алексеевского района, который, как оказалось, вообще ничего не слышал о бабушке ветеране, проживающей на их территории. Уже на следующий день у дома вырос новый забор и появилась стена из дров. А нам пообещали, что у Марии Ивановны начнется новая жизнь. Сдержали ли обещания чиновники? Обрела ли ветеран войны новые стены? И как стареть, не старея? Продолжение истории в материале Деляры Юсуповой. Не хочется вспоминать, но мы напомним. Все же история настоящего очень тесно завязана на прошлом, а оно было не самым приятным. Мы проходим теперь уже к воротам этого знакомого дома. С виду он почти не изменился. С толку сбивает только новый забор не в цвет. А в дверях все она же. Сгорбленная, но не сломленная. Все так же вскидывает бровь и отказывается просто ждать дома. Разве встречают гостей сидя? А вы что не заходите? Сейчас зайдем. Пойдемте в гости, приглашайте, Мария Ивановна. Пойдемте в гости. Чайки. Пойдемте. Маленькая избушка для маленькой женщины. С ощущением, что вот-вот здесь упадет, отвалится, слезет. Теперь здесь тепло и уютно. Печь горит, чай закипает. На первый взгляд ничего не поменялось. Все та же теснота. Для кого-то жухлая, а для нее самая любимая. Она увидала вот это как душевая камера. Она говорит, а я как туда залезу? Я туда не полезу. Я говорю, у тебя в баню лучше ополоснусь. Вот все. И вот она отказалась. Лучше здесь. Кто говорит, квартиру дадите мне, я пойду. Но ей дадут, а она опять откажется. То, о чем говорит Вера, это вот этот дом. Его предложили местные власти после нашего репортажа. Тут и высокие потолки, и газ, и вода. Это был шаг в будущее, тогда как Мария Ивановна была не готова отказаться от прошлого. Это не для такого человека старого. Такой дом. Ну да, вот она вот из-за этого. Для меня там она одна не сможет. Но дом хороший. Тут люди ходят. Я выйду, что мой здоровый, все говорят, разговаривают. Та там, кто живем, меня замуровали бы там. Она, потому что дом один стоит. Сколько там были? Я знаю, птичка не перелетела. Ни одна кошка не пробегала. От дома она отказалась, как от многих других благ. Сначала говорила «да», а потом меняла решение. Такая вот она старость. Упрямая и своенравная. Там, где появляется что-то новое, тут же накрывается полотенцем. До лучших времен. Куда бережете-то, зачем? Пользуйтесь сейчас. У меня своя есть. Так она старая. Не, как я. Выход был найден. Решили облагородить то, что есть. И это оказалось непросто. Избушка, воистину, на курьих ножках. Одно дуновение ветра, и все развалится. Конструкция дома здесь в любом случае стоит. Но на коробке, вот этой вот, оконной, то есть ее мы убирать не будем. Иначе вот эти бревна, они могут пойти вниз, либо вообще, ну, вывели, ну, как бы выпасть наружу. Мы их оставляем. Просто вот эти вот рамочки, которые на гвоздях держатся, мы их снимаем и заместо них вставляем окна. Все это по кругу мы обрамляем. То есть пена, чтобы не разрушалась. Начальник внутри тоже так же все это закроется. Администрация Алексеевского района теперь здесь частые гости. Старые ошибки муниципалитета теперь исправляют другие чиновники. Думали долго, составляли сметы и сделали, что смогли. Поменяли проводку, установили забор, прочистили печь. Теперь она работает без сбоев и не дымится. Но Мария Ивановна все равно не разрешает топить ее впустую. Злится и тут же обнимается. Мы поменяли забор, как и обещали. Навезли дрова, поменяли полностью электрику, освещение в доме теперь комфортное и безопасное. Поставили умывальник с подогревом, построили туалет деревянный, уличный. И сейчас ждем, когда поменяют окна. Теперь в лабиринтах крошечной хаты споткнуться сложно. Свет подскажет, как не сбиться с пути. И теперь там, смотрите, вы видите. Вот здесь новую лампу поставили. А там на улице. Так, это здесь. Ключи. А потом мы выйдем на улицу. Удобства хоть и снаружи, но появились. А вот это, когда-то заросшая территория, тоже скоро станет живой. Вот мы его скосили. Немножко грязь уйдет или чуть-чуть подморозит. Мы потом землю завезем и его полностью распашем, чтобы... Ну, у нее есть желание, чтобы картошку поставили. Эти заборы весь новый потом все поставим. И у нее там огород будет. Яблонцы выезжали. И вот на весной уж, может, совсем еще сделаем его упорядочим полностью. А здесь весь уберем. Все, остальные здесь порядок наведем. Здесь небольшой этот, скамейки ей сделаем, чтобы она могла выходить, посидеть. В этой истории сначала человеческого равнодушия, а потом радушия все же победила жизнь. Где между новым и старым человек выбирает родное. Будь то упавшее полено, облезлая кошка или старое яблоня. Ведь пока яблоко падает, а почтовый ящик полон, впору двигаться дальше. Даже если приходится сказать до свидания. До новых встреч. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней.